На первом национальном, на телеканале Эра, на телеканале 24, 5, 100. По словам источника Росавиации, вероятной целью ракеты, сбившей малазийский Боинг в Украине, мог быть российский борт номер один. Недалеко от Варшавы самолет президента Путина и лайнер малазийских авиалиний пересекались в одной точке и на одном эшелоне. В эту версию поверить было бы трудно, если бы не заявление народного депутата Украины и, кстати, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Кто-то может себе представить, завтра или послезавтра прилетел в Киев Путин и что-то подписывает с нами. Можете себе это представить? Я нет. Я думаю, что нашлись бы просто патриоты, которые бы его убили и правильно сделали бы. Лицо у вас недоброе, Саик, недоброе лицо у вас. Вы знаете, это сюжет, это власное продолжение того, про что говорил пан Юрий, про информационную войну. Я в последний период, когда начал интересоваться теорией информационной войны, которую русские теоретики, військовые, разгребляли уже несколько лет, как гибридную, так и информационную. И вот они считают, что информационная война является ключевой в той войне, которую они ведут против нас. Ключевой. Иногда даже они військовые операции подпорядковывают информационные войны. И не случайно, совсем недавно Путин публічно заявил, что он считает Геббельса и считает его очень понимающим. Потому что то, что мы видим на российских телеканалах, а я иногда в ночи включаю, чтобы посмотреть, оно не входит в здоровую голову. Мне кажется, что даже Геббельс, которого так любят и считает Путин, не додумывался от такого. Это полностью перевернута реальность, полностью выкринена реальность. И нам, на самом деле, в крайне важливо, в той непростий период, чтобы мы смогли быть, или общественные действия, или политики, или войсковые, единственные в тех вопросах, которые касаются информационной безопасности государства. Иногда, мы говорили с президентом буквально вчера, он говорит, включил в ночи канали, подивився жах. Такое впечатление, что нас уже разбомбили, захопили и добивали. Все мы должны быть співвідповедальными за то, что я в стране. Мы понимаем, что каналы у нас есть независимые. И, конечно, каждый канал имеет свою информационную политику. Но мы должны избегнуть. Мы не сможем, как тоталитарный режим, как Путин, вышукувать как взвод канали. Мы вызываем к тому, чтобы мы все объединялись и давали приклады и героизму, и самопосвятия наших бойцов. Дни наших побед, а не только там, где нам сложно. И особенно там, где мы в студиях, а я очень давно не был у вас в студии, мы должны в ключевых вопросах национальной безопасности демонстрировать единство и демонстрировать поддержку тех, кто на передовании. А с привычки этого сюжета, он не выключает любые критики. Это абсурд и полная несенитница. И, я думаю, было очень правильным решением вчера и РНБО, и президента, создать не только комиссию урядовую, а и международную комиссию. И мы уже сегодня имеем сигнал, и мы сможем точно довести, звездки стояли, кто был. Чи были это российские военнослужбовцы, чи были российские просто боевики. Мы это доведем. И мы на сегодня переконаны, как весь свет переконанный, что боевики Путина позбавили життя 300 мирных жителей, которые прилетали над Украиной. Так, значит, к Андрею Порубию есть вопросы? Да, есть. Я хочу вам сказать, что вот Андрей Поруби, потом надо обсудить внешнеполитический аспект и санкции, и позицию Европейского Союза, и Соединенных Штатов с Михаилом Саакашвили. Дальше надо с Юрием Штычем обсудить как раз проблему вот этой информационной войны. Потом надо поговорить о Надежде Савченко, и у нас будет в прямом эфире ее адвокат из Москвы. И дальше еще Руслана, который нам расскажет, что происходит с вынужденными переселенцами. Поэтому у нас богатая программа, мало времени, поэтому я очень прошу коротко. Николай Меламу. Станин, пытание. Я как раз хотел поддерживать эту позицию, консолидацию своих усилий, но то, что вы сказали в самом начале, именно когда действительно начались эти события, когда нужно было эффективно действовать в плане диалога, в первую очередь диалога с элитами Донбасса, с теми впливовыми людьми, которые формуют позицию всего большинства населения. И вторая ситуация, эффективные действия спецслужб, наоборот же тех диверсантов, которые появились, а еще не было боевых действий. Это как раз модель безработного на первом этапе. Теперь еще до плану Порошенко, который мы активно инициировали, поддерживали. Это первый формат, это международный диалог, и тут как раз наша дипломатия не до конца спрацьовывает, когда действительно нужно эффективно работать с представителями Европейского СССР, особенно с европейцами, которые залучены к диалогу, подпрацевать, было дорожную карту уже с Путином, Порошенком, представителями Европейского Союза, и поддельно реализовывать. И третья ситуация, это эффективно оперативно работа на территории Донецкой и Луганской области по нейтрализации киевиков, по местам их дислокации. Здесь нужно задействовать самый сложный вариант проведения блокирования и больших операций. Сейчас, пане Маломуш, извините, пожалуйста, просто я мушу это сказать. Сейчас звонили, извините звонит пан Василь Грицак, который рует антитеррористическую компанию, и министр обороны Валерий Галитей. И они говорят, что смотрят нас по такому телевизору, как спичечный коробок, хорошо слышат, практически не видят, но говорят, что они имеют успехи, не верите тому, что если говорят, что успехов нет, и говорят, что дадут всем по шапке, и фиг их разобьют, верите в Украинскую армию. Они это просят передать всем. Я хочу подтвердить, что министр обороны сейчас находится на передовой, выполняющий загальный план, он там, и извините он говорит и президенту про успехи и победы, которые творятся не когда-то. А в эти часы, в эти часы творится история Украинской армии и Украинской победы. Мы когда-то про это читали в книжках, мы не могли себе уявить, что это торкнется нашего поколения, что это торкнется нас, но так стало, что дало нам такое пробование. Господь Бог и доля, и сегодня там творится и новая Украинская армия, и новая Украинская государь, и там наши хлопцы на передове. Это и есть герои из книжок, герои из фильмов. И прийде час. Мы про них напишем и книжки, и снимем фильмы про Украинских победителей. Спасибо, Андрей Порубий. Я тут уже вам. Да, я думаю, мы вас... И все, я не кращу. До большого. Спасибо. Михаил Саакашвили. Вот у меня к вам несколько вопросов, как к человеку, который опытный во внешней политике, в межгосударственных отношениях. Вот что вчера поразило не только меня, потому что и в России тоже многих либерально мыслящих людей удивило, что сразу после того, как Владимир Путин узнал о том, что был сбит самолет, он первым делом взял и позвонил Бараку Обаме. Не обратился к своему народу, не позвонил президенту, не знаю, Украины. Ну, хорошо, в Украину не хочет. Ну, не знаю, премьер-министру Голландии. Ну, да-да-да. Но сразу Бараку Обаме. Почему? Ну, во-первых, я хочу сказать, почему я здесь. Я как раз был на пути в Америку, и где сейчас работаю, и просто узнал об самолёте в аэропорту в Европе, взял билет и обратно вернулся к Киеву, потому что я думаю, что есть моменты, когда нужно выразить солидарность с Украиной. Для нас это вопрос жизни, в том числе и той ситуации, когда, к сожалению, теперешнее грузинское правительство не особенно выражало, к сожалению, к моему стыду, поддержку украинского народа. Украинцы должны знать, что все люди доброй воли на этом пространстве. Сейчас просто затаив дыхание, следят за тем, что происходит здесь. Мы вас любим, это для меня моя как бы вторая родина, но и для всех остальных людей, для всех порядочных людей сейчас Украина – это родина, потому что здесь решается судьба их будущих, их детей. И второй вопрос, я хочу... И второе, я хочу сказать, что, конечно, большая трагедия. Моя жена, посол семейной организации здравоохранения, как раз занимается вопросами таких болезней, как СНИД. Она была приглашена на эту конференцию вместе с этой группой, которая летела из Амстердама, она тоже голландка. Но она была два месяца тому назад в Индонезии на такой же конференции. И как раз несколько дней тому назад она мне сказала, что есть такое приглашение, но она с нашим сыном, я говорю, не могу его оставить, и очень устала в Индонезии, может, я не полечу. Вот, ее коллеги полетели и там погибли. Так что я сразу вспомнил это, когда вчера узнал о гибели этого самолета. Там 100 человек специалистов в области СПИДа. Да, и очень хорошие люди, очень, потому что я знал от нее, и мы встречали, они у нас в Грузии бывали некоторые из них, и просто, просто потрясающе хорошие люди. И что касается то, что он позвонил в Арк, на Баре, его шапка горит. То есть он позвонил Обаме, ни один российский граждан там не погиб, и Путин рассказал Обаме о гибели этого самолета. Так это совершенно беспрецедентно. Во-первых. Во-вторых, он вышел на застание экономического совета Российской Федерации и минутой молчания почтил память погибших. То есть 24 человека погибло в московском метро за это. Все граждане, почти все граждане России, там была одна украинка, насколько я знаю, где может быть и другие, но он ничего не говорит, никакой минуты молчания не было по погибшему московскому метро, ни одного гражданина России на этом самолете, и он объявляет минуту молчания. То есть о чем это говорит? Чисто подсознательно или сознательно реально показывает свою часть в этой трагедии. И в принципе мы все это знаем, что происходило. То есть я совершенно исключаю, чтобы систему БУК, мы закупали такие же системы, они на вооружении грузинской армии, я знаю, как они работают, я знаю, какая это совершенно система. Исключено, чтобы систему БУК Российская Федерация передала какому-нибудь там по какому-нибудь прямо неконтролируемому немоеннослуженному военному федературу. А тут есть мой друг, который занимается, главный редактор как раз сайта «Цензор», который очень компетентно осуществляет эти вопросы. Я думаю, он согласится, что никогда они не передали такую систему руки просто каких-то там проходимцев. Это они могут только какие-то системы только делать, давать руки своих вооруженных сил. То есть Путин вчера что сказал еще? Он сказал следующее. Вот это все вина Украины, потому что не вела бы Украина военных действий и не было бы сбитого самолета. То есть как вы говорили вот нам нужен мир. Самый быстрый путь мира сдаться. Можно сдаться и тогда не будет ни сбитых самолетов ни там бабежек. Можно сдаться и спокойно можно отказаться от своей свободы. Видите, в Крыму же не было боевых действий, не сбивали самолеты. А здесь сбивают самолеты потому что есть боевые действия. То есть не сопределяется Украина, не было бы проблем. То есть он об этом заявляет. Но тут речь идет позавчера Соединенные Штаты впервые ввели настоящие санкции. То есть раньше были это... Против оборонного комплекса. Это очень важно потому что по Роснефти это крупнейшая нефтиная компания в мире и очень много западных интересов там тоже заплетено. То есть Америка посмела и пошла наперекор в том числе своим компаниям которые ввели или собирались ввести добычу с Роснефтью. Они ввели акции против Газпрома АК, против Новотека, то есть важных российских компаний. Это уже первый настоящий удар по Путину. Что сделала Европа? Да ничего не сделала. Вышла опять ограничилась палеотивными мерами. То есть опять какой-то добавили там несколько человек и было совершенно очевидно когда Путин моментально сделал заявление среагировал на санкции России совершенно очевидно было что он очень обеспокоен он даже не упомянул про европейские санкции. То есть я вспомнил сразу когда сбили этот самолет несколько месяцев назад два месяца назад в Брюсселе был такой форум и там если на основном тело Италии выступала так и с очень пророссийских позиций а я был очень критично настроен. Она меня разразила так очень резко говорит что вы что вы предлагаете что вообще вы предлагаете нам что европейцам бомбить Россию? И на что я не воздержался и удержался и цинично иронично и ответил нет нет подождите пока они разбомбят вас это было проще всего. Но вчера как раз когда сбили этот самолет российской ракетой и можно предположить площадью тоже российскими руками я сразу вспомнил это погибло несколько сот человек из них большинство европейцев. Что может Европа сделать? Конечно она не будет посылать ракеты она не будет посылать самолеты но есть целый ряд которые они спокойно могут принять и просто практически все остановить. То есть реально сегодня что происходит? У Путина конкретный план. Путин хотел истощить украинскую армию он хотел развалить экономику Украины он хотел вызвать такое недовольство Киев в результате всего этого когда люди сами сверли свое правительство и тогда все его планы были выполнены. Успехи украинской армии вынудили его действовать иначе. То есть успехи украинской армии героическое взятие Славянска героическое освобождение целый ряд других населенных пунктов хоть те события которые сегодня происходят индивидуально героизм украинских офицеров и солдат перебило все его планы то есть он начал прямо обстреливать вас со своей территории по всем законам международного права это внешняя агрессия он начал вас бомбить он начал заслать сюда свою самую лучшую систему он начал выкидывать десант появилось очень много зеленых человечков как вы знаете часть украинских радаров они сорваны сорваны спецгруппами как раз вооруженных сил России то же самое у нас происходило это для меня абсолютно знакомая картина то есть все это происходит что поскольку мы имеем дело с международной агрессией юрист международных в том числе с киевским дипломом первое что Европа может вести следующие санкции приостановить например покупку нефти по нефтепроводу дружба даже несмотря на все эти события на ближнем востоке это легко заменить зато у Путина перекроется источник дохода нефти второе полностью остановить значит технологические технологии запретить поставлять технологии на газовой нефтяной сектор России Россия сама не смогла разработать эти технологии потому что они занимались просто казнократством поэтому у них ничего нет они полностью зависят от запада как только запад это восстановит эта машина безникалонка которая реальна российская экономика это безникалонка она этими доходами кормится она моментально перекроется это второе третье приостановить полностью военное сотрудничество потому что сегодня еще Франция бесстыдно заявлять что она будет продавать мистраль ну куда еще дальше и один мистраль вообще называется Севастополь то есть цинизм то есть полнейший то есть реально прекратить полностью военное сотрудничество и даже если все это не поможет Я думаю, что это достаточно сильно, чтобы остановить агрессию в дальнейшем пути, остановить убийство, то можно заморозить все их валютные резервы. Они не держат свои деньги в рублях или в юанях китайских, они держат в долларах и в евро. Европейский банк может моментально заморозить все их евро, считай их, а Федеральный резерв США может заморозить все их валютные счета. И всё, Путин не сможет функционировать и нескольких недель. Он это прекрасно всё знает. Но до сих пор вся идея в чём была? Что он всегда может манипулировать Западом, всегда может их подкупить, всегда найдутся там Шрёдеры и так далее западного мира, которые готовы под всё подписаться. И вот такой ситуации, тут и второй аспект. Если говорить, что если уж Запад, он подкупает, и Запад, если он ничего не может делать, а что мы сможем, соседи Путин, что мы сможем там, оппозиция в России, даже весь Запад, сам Путин, и они ничего не смогли сделать. А Запад не хочет ничего сделать, к сожалению. И когда мы говорим о терроризме, у нас, это же не новая тема по России, у нас был такой майор Борисов сидел в районном центре Галии, это оккупированная Абхазия, которая регулярно, в течение нескольких лет, после того, как они не сломили нас с этим войной, после того, как мы опять Грузию поднялись к коленям, опять начали строительство, опять начали развитие, опять наша демократия, то есть наша демократия выдержала всё это. Они, этот майор Борисов посылал постоянно группы с помпами для рынков, для населённых, то есть на густонаселённых местах, он посылал группы по, значит, взрывал главу местных администраций, умер мой друг глава местной администрации там, глава спецназа был взорван, лидеры политических партий, на них нападали и офисы взрывали. То есть мы перехватили большинство из этих бомб, но эти все записи, у нас были записи всех их разговоров. И что вы думаете, они говорили? Это фальшивка, фальшивка. Это грузинские спецсур поделали. Президент Обама лично поднимал вопрос этих террористических актов с Путиным и с Медведевым. Поднимал. То есть Америка не может сказать, что она в этом не осуществлялась. Россия имеет, к сожалению, во время Путина, историю прямой поддержки терроризма, прямого нападения на мирное население, посылал эти бомбы не ко мне. Конечно, они очень хотели и меня куда-нибудь убрать, но это посылал по более мягким целям, то есть по гражданским целям. И это дело главной разведывательной управления Российской Федерации. Поэтому еще раз в последнее хочу сказать, если у вас есть вопрос, то сегодня действительно решается судьба не только украинского государства, которое хотят поставить на колени, но и судьба вообще всего, что будет на государственном пространстве. Вообще судьба Европы решается здесь, в Украине. Я думаю, что у Путина нет перспективы. Вчера то, что случилось с этим самолетом, это поворотный момент, потому что интернационализация этого конфликта неизбежна. Это поворотный момент этой военной кампании. Сейчас очень важно понять, что правда полностью на стороне Украины. Информационную войну, сколько бы они эту гебельскую пропаганду не вели, все равно Украина победит, потому что сколько веревочки не виться, но правда все равно преобладает, я в этом совершенно уверен, потому что так устроен мир, добро всегда побеждает зло. И я уверен, что нет у него стольких ресурсов, не ограничено, чтобы дальше идти. Его ресурс основной – это как бы безразличие демократического мира и к страху украинцев. Поскольку украинцы перестали бояться, украинцы всех этнических происхождений, это многоэтническая, многокультурная страна, они перестали бояться. Я видел украинцев, русскоговорящих, как они снимали русский флаг с одного здания. Это русскоговорящие украинцы. Я понял, что эта страна полностью состоялась. То есть нет никакой раздробленной Украины. Украинцы перестали бояться, и после вчерашнего мир уже не будет безразличен. Особенно после вчерашнего. Надо, чтобы, я согласен, надо, чтобы это происходило раньше, когда украинские самолеты сбивали прямо из всех ракет. Как у нас было, мы тоже, нас было, брало отчаяние. Ну, ребята, все же понимают, что они нас бомбят. Все же понимают, они как раз у нас и украинскую систему, ВУК, они разбомбили. Мы повели всех послов, все показали. Все там проверили, да, по-моему, так покачали головой, ничего не произошло. Борис Тарасюк хорошо помнит эту историю. Нам побили, наверное, в деревне нашей, в Кадорском ущелье. Опять все пришли, все и разошлись, ничего не произошло. Потом были ситуации, когда они там взрывали наши нефтепроводы, газопроводы. Ничего не происходило. То есть сбивали наши беспилотники. Прямо российский самолет сошел в наше возрушенное пространство, сбил беспилотники, это несчастный беспилотник, если его дождаться. Это все до конца снимал, все у нас было видео, Россия сказала, это фальшивка. И опять мир ничего не сказал. Ну ладно, когда-нибудь они скажут, потому что западный мир, каким бы двуличным он не был, в конце концов у него все равно есть совесть. Все равно эта совесть проснется обязательно. Я в этом совершенно уверен, и украинцы в этом помогут. Кстати, у меня есть вопрос к Борису Тарасюку, потому что сейчас как раз проходит формирование нового европейского правительства, то есть Еврокомиссии, и там большие конфликты. Вот эта итальянка чуть не стала верховным представителем. Она станет. Верховным представителем. Она станет. Это было бы очень печально, на самом деле. Да. После рекламной паузы мы поговорим. Вот последнее сообщение. Министр обороны, генерал-полковник Валерий Гелетей, доложил президенту Украины о том, что вооруженные силы взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск. Также украинские военные разблокировали аэропорт Луганска. Вот эта последняя информация с места событий военных. Вот к Борису Тарасюку у меня такой вопрос, что в принципе после этих европейских выборов новое европейское правительство не будет настолько проукраинским. По одной простой причине, что старая Европа будет доминировать над новой Европой, то есть Польшей, Прибалтикой или балтийскими странами. Вот. И в этой ситуации, если уже, Олесь Даней говорит, что фрау Риббентроп, да, то вот представьте себе с таким новым, не совсем проукраинским, скажем, европейским правительством. Ну, взагалі нам рано говорити про то, что уже створено так званий европейский уряд. И он не створен еще, и представница Италии не обрана, власне, главным представником зовнішньої політики Европейского Союза. Процесс формирования уряда натрапив на розбежности среди членов Европейского Союза. Я думаю, что ця борьба за формирование основных структур Европейского Союза продолжится. В целом, говорячи про новый склад Европейского парламенту, который формует новые структури Европейского Союза, он впервые в истории существования Европейского Союза включает майже четверть своих членов, которые имеют право, как висловливается на Заходе, националистические позиции. И это против критики нового уряда украинского, что, говоря, тут националисты, а то еще где-то и вживает термин фашисты. Сейчас, фактически, в Европейском парламенте четверть, чего никогда не было, представников правых сил. Лише в одной Франции 25% перемогло. То есть, объединенная Европа должна говорить о подъеме правых сил у них, а не кивати на Украину, потому что меньше 2% представников правых сил заняли на минулих президентских выборах. Взагалі, если говорить про Европейский Союз и последние решения, которые были приняты, не можно не пометить, что Рада Европейского Союза або Европейская Рада, 16-го, которая заседала 16-го числа, позавчора, вона приняла достаточно размытые, на мой взгляд, решения в том, что касается Украины. В отличие от Европейского парламента, который вчера принял резолюцию по Украине, и, на мою думку, эта резолюция мало чем отличается от очень четкой позиции Европейского парламента, минулого скликания. Отже, мы можем говорить про то, что в Европейском парламенте зберегается большинство, которая занимает правильные позиции по отношению к Украине. А что касается формирования других структур Европейского Союза, они еще не завершены. Но я разочарованный, честно говоря, решением Европейской Ради, которая представляет руководителей, страны, членов Европейского Союза. Юрий Бутусов. Михаил, хотелось бы сейчас воспользоваться вашим опытом, вашим международным опытом международного политика. Дело в том, что вот сейчас, пока мы здесь в студии, в это время продолжается бой. Наши части по-прежнему защищают границу в районе Мариновки, Изварина. Там по-прежнему идет обстрел. Мне во время в студию приходит СМС от наших подразделений. Наши бойцы сейчас, в эти минуты, несут потери. Погибшие и раненые остаются вместе с ним. Никто не уходит, никто не сдается. Бой идет в эти минуты. Они держат границу, и без приказа никто не уйдет. Поэтому меня интересует, хотелось бы обсудить сейчас, поставить на повестку дня обсуждения, как мы можем использовать новые изменения внешнеполитической обстановки в мире, для того, чтобы как можно быстрее принять меры, которые способны остановить дальнейшие жертвы, остановить международный терроризм, который организовывает и реализовывает на нашей территории Российская Федерация. Мне бы хотелось, чтобы мы... Вот, есть несколько тезисов, я бы хотел сказать. Я не хочу говорить, нужно сейчас вводить военное положение или нет, это вопрос формы. Хотелось бы обсудить конкретные практические шаги. То есть, прежде всего, нельзя требовать осуждения терроризма от России, если мы не предпринимаем те меры, которые вызывают осуждение терроризма со стороны Украины. Необходимо признать Россию террористическим государством. Необходимо определить, что ДНР и ЛНР – это никакие не сепаратисты, это террористические организации, которые должны быть внесены в список террористических организаций, так же, как все другие, так же, как Аль-Каида, так же, как другие структуры. Мне кажется, стоило бы рассмотреть вопрос об отзыве посла Украины и о сокращении количества сотрудников консульских учреждений. Дело в том, что какой может быть переговоры и дипломатические отношения на высшем уровне? Окей, мы их не разрываем, но зачем там нашему послу находиться и послу России здесь? Он не выполняет свои функции. Россия в последние месяцы увеличивает количество сотрудников консульских учреждений. Это, очевидно, сотрудники спецслужбы, это не дипломаты. Здесь им нечего делать. Наверное, стоило бы рассмотреть вопрос о том, почему Украина не поддерживает все те санкции даже в том объеме, который устанавливает Запад и различные международные организации. Мне кажется, что Украина должна показывать пример в введение санкций против России, против руководства Российской Федерации, которая поощряет международный терроризм и способствует ему. А какие, к примеру, санкции? Дело в том, что санкции – это запрет на перемещение, на пребывание на территории Украины. Физические санкции. Запрет на любую коммерческую деятельность, на операции в национальной валюте в полном объеме. То есть тот пакет санкций, который затем Украина должна требовать, масштабировать в масштабе всего мира. То есть мы должны создать такой список Боинга, рейса MH17. И в этот список должны быть включены все высшее руководство Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным. Все его подручные, все эти сотрудники российских спецслужб, безлеры, стрелки и прочая мафия и нечисть, которую они к нам засылают. Все руководители крупнейших российских компаний. Прежде всего этот список должна создать Украина. И потом наши дипломаты должны требовать с помощью органов международной юстиции, чтобы эти меры были поддержаны во всем мире. То есть Украина должна быть примером борьбы с международным терроризмом. И опять-таки нам необходима подача немедленно юридических рисков по всему миру. Нам нанесен огромный экономический ущерб. Вот в этот момент мы говорим сейчас, да, Россия сбила самолет. Но я вам хочу сказать, что экономические потери в настоящий момент от этого несем мы. Россия и Евроконтроль сейчас, Россия подала пример. Сейчас полностью блокированы перевозки большинства международных авиакомпаний. 350 пролетов в день. Да, эти деньги, которые раньше получали украинские диспетчерские компании, теперь из-за акта международного терроризма России теряет Украина. Мы несем огромный ущерб каждый день. Наши войска испытывают трудности со снабжением. У нас Донецкая область платит в настоящий момент из-за российского террора всего 40% от плана налоговых поступлений. Мы теряем огромные, мы теряем миллиарды. Эти деньги могли пойти на армию, на снабжение, на повышение жизненного уровня. За все это должна заплатить Россия и Путин, который развязал войну. Да, есть несколько аспектов этого. Я коротко расскажу о нашем опыте. Грузия подала иск против России, когда депортировали наших граждан в 2006 году. И мы только что выиграли иск в Страсбургском Европейском суде прав человека против России от имени этих граждан. Это первый претенд, когда маленькая страна выиграла большой странный иск. Второй иск мы подали после 2008 года, Каакский суд, как раз международный трибунал. И, по моим данным, сейчас суд о вышен на выничтении решения, но выглядит так, что Грузия выиграла и этот иск. То есть эти механизмы, они абсолютно одинаковые. Но когда вы говорите с Западом, вы говорите, что это не украинская проблема, ребята. Если будут миллионы беженцев, куда они поедут? В Украине будет безвизовый режим с Европой. Они все поедут в Европу, как после Балкана. Гораздо больше их поедет. Во-вторых, когда эти все криминальные структуры, если они завладеют этими территориями, там укрепятся, куда пойдут все эти наркотики, куда они устремят все эти вооружения? Конечно, туда. Это первый случай, я больше не припоминаю. Мир очень пытается контролировать ПЗРК, там иглы и стрелы, там и менпеды, которые вбивают самолеты. Но чтобы БУК передавали нерегулярным вооруженным силам, настоящее ПВО передавали нерегулярным вооруженным силам, нет такого претендента в ближайшей нашей истории. То есть это прямая угроза, это вопрос международного сообщения. То, что сейчас Путин сделал, линию, которую перешел Путин, не переходил до него никто. Так, полковник Адак, его спецслужбы сбили над блокерпи американский самолет. Но это был спецслужбы, это был единый, там заложили они магнитофон, бомбу, но чтобы ракеты вывели, использовали. Причем они как использовали? Путин знал, на что шел. Он, система БУК, военные специалисты знают, то есть вывести тех условий, которых она, она не видит свой-чужой. Обычно система ПВО видит свой-чужой, когда является частью радарных систем. Но если его вывести просто так в поле и отключить радары, то она бы стрелять по ком попала, по любым мишеням. То есть сознательно, когда Путин передал эту систему, он знал, что он шел на этот риск, но он пошел на этот риск, потому что успехи, как раз о том мы говорим, в украинской армии, вынудили его пойти на это. То есть сейчас надо созвать, конечно, международную конференцию доноров по Украине, во-первых. Во-вторых, у вас есть много вынужденно перемещенных лиц, и надо созвать международную конференцию. Вам нужно сейчас минимум несколько миллиардов долларов, чтобы обустроить этих людей. Это сейчас очень важно, потому что если их просто селить сейчас по санаториям, по гостиницам и так далее, их потом оттуда никогда не забудут выселить. Дай Бог, чтобы все восстановилось, что будет очень трудно. У нас такой же опыт. Сейчас надо им давать временное, на такое солидное жилье, чтобы потом не было экономического ущерба. Надо этих людей обустроить. Многих из них я встречал. Кстати, они говорили, в основных, из Востоковских областей, когда нам сообщали про Грузию, мы во все верили. Сейчас мы это испытали на себя. То есть, когда российский канал им сообщает, сейчас мы это испытали на себя. Так что я думаю, что еще одно, когда мы говорим о международных контактах, хорошо, очень хорошую дипломатию ведет президент Порошенко. Я горжусь, что мы все ходили в один ВУЗ. Но одновременно с телефоном дипломатией, потому что хорошо разговариваете с Меркель, с Обамой и так далее, но очень важно, чтобы работать на общественном мнении. Это не просто функция власти Украины, это функция каждого украинца. То есть, сейчас общественное мнение не решаешь. На Конгресс, на парламент европейских стран. Там есть очень много индивидуальных людей, которые просто сочувствуют тому, что происходит в Украине. У вас гораздо больше сочувствующих, чем можно представить. То, что там кто-то рассерден тем, что Меркель там здоровается с Путиным, но это не говорит, что в той же Германии, в Украине нет огромного количества сочувствующих. Поэтому одно дело такая формальная дипломатия, второе дело, что есть за этим. В тех странах, в отличие от России, общественное мнение решает всё. То есть, сейчас столько украинских молодёжей, столько талантливых молодёжей, говорящих на разных языках, сейчас они должны наводнить все социальные сети. Россия это всё сделает, оплачивает из этих нефтяных денег, которые, кстати, ему Запад даёт со своей газой нефти, и потом она это делает централизованно. Давайте делать это централизованно под зову своей души. Давайте централизовывать нашу душу украинскую. Давайте на все социальные сети идти, и я уверен, что всё равно ваша правда преобладает. Это абсолютно необтрудно. Я представил Сергея Лойко, журналиста московской редакции газеты «Американский Лос-Анджелес Тайм». Сергей, пожалуйста, вот вы слушали, слушали, слушали. Какие выводы сделали? Ну, основной вывод это тот, что мы сейчас имеем дело с абсолютным ремейком империи зла. То, что произошло у всех в памяти, я надеюсь, ещё есть сбитый южнокорейский лайнер. Но после тех событий СССР просуществовал ещё 8 лет. Я так понимаю, у Украины нет 8 лет, чтобы бороться с агрессией. Это не гражданская война, как утверждают средства массовой информации в России. Это война за независимость. Украина борется с агрессией. Я был на Украинском фронте совсем недавно. Огромное спасибо Юрию Истецу, который помог мне с этой поездкой. И оттуда я привёз потрясающий материал о том, как украинские вадька вошли в Славянск. Это, конечно, было потрясающее зрелище. И я написал огромную статью на первой странице в «Лос-Анджелес Таймс». И я хочу здесь рассказать о ситуации с промыванием мозгов вот этой вот агитационной кампанией в России, которая абсолютно зомбировала не только людей, но и целое либеральное средство массовой информации. Меня попросила новая газета в лице её главного редактора Дмитрия Муратова, моего хорошего знакомого, чтобы я написал статью о том, как украинские войска вошли в Славянск. И когда я, ну, обработал свою американскую статью и перевёл её на русский язык, и немножко её изменил, и отдал её в новую газету, они вдруг сказали, Мы не можем это напечатать, это слишком жёстко. Мы боимся за безопасность своих сотрудников. Ну, либо вы, ребята, боитесь за безопасность, либо вы журналистикой занимаетесь. В общем, эта статья на русском языке в России не вышла в самой либеральной газете. А что касается «Империи зла», то я не вижу сейчас механизмов, не вижу международных механизмов, как сказала моя хорошая знакомая Лилия Шевцова из центра Карнеги, как заставить ядерную державу отступить или сделать что-то другое. Единственная, пожалуй, реальная вещь, которую можно сделать сейчас, это ввести международные миротворческие силы по всей длине российско-украинской границы. Но сейчас будет вот это расследование, кто там стрелял, кто сбил самолет, время уйдет. Ведь то, что произошло, многие западные аналитики говорят, что это game changer. То есть это фактор, который существенно меняет ситуацию. На самом деле, я не вижу особой паники в Кремле. Они понимают, что никто не может их заставить что-то сделать. И они делают... Спасибо, Сергей, спасибо. Несколько идей. Несколько идей, которые, Сергей, можно быстро их очень обсудить. Время у нас очень мало. Значит, вот. Ну, миротворческие силы по всей российско-украинской границе. Это международные миротворческие силы. Это реально? Вот Николай Маломуш. Такое решение. Я считаю, что это нереально, если это не будет согласовано с позицией Украины, России и представителей Европейского Союза, посредников этих переговоров. Если этот механизм был работать в таком режиме, он будет эффективный. И мы будем контролировать границу проникновения террористов на территории Украины. Если это будет попытка с одной стороны, это будет, конечно, очень мощная конфронтация с Российской Федерацией. Она не будет иметь такого эффекта. Это мы уже проверили на практике. Игорь Романенко. Это один вариант миротворческих сил, но можно рассматривать, есть и другой, тот, который хочет Путин. То есть он хочет, но сейчас это не его время, однако у него есть вариант ввести войска в Украину под видом тоже миротворческих. И это надо знать, понимать и быть готовым противодействовать этому и не допустить. Ну, вот здесь так. Юрий Стейс, я вас хочу пригласить к микрофону, потому что есть один аспект, который надо обсудить, именно информационных войн. Вы уже все решили? Мы вам не мешаем случайно? Значит, вот тут просто постепенно новины происходят, и вот Юра и Юра... А что случилось? Я думаю, что... Да, можно Юрию запитать? Юрий Гримчак. Ну, честно говоря, я хотел бы вернуться до того, что мы треха раньше обговорили, потому что в Донецьку так называемый министр обороны Иркин Стрелков, как там его назвать, он же ввел в войсковый стан. Днями. Вы знаете, после этого майже в тот же самый момент заканчивалось местное саморядование в Донецке. Иркин Стрелков, полностью оно заканчивалось. Сегодня в Донецке есть такой оккупационный войсковый комендант. И все это счастливо понимают. Я до чего это веду, что когда вводится в войсковый стан, то заканчивается местное саморядование и появляется, и в головах даже наших людей, у которых промыты мозги, там в этих местах достаточно сильно, появляется оккупационный войска. И этого никак не можно сделать. Я хочу дозволить это два слова. Я хотел бы к землякам своим обратиться, если вы позволите. Ребят, вас очень сильно обманули мошенники, которые оказались террористами. Причем террористами не только потому, что они сбивают пассажирские самолеты, а потому, что сегодня они подрывают мосты, подрывают железнодорожные колеи, они подрывают трансформаторные и насосные подстанции, лишая света и воды населенные пункты. Эти люди даже не собирались создавать что-то похожее на государство. Потому что, если ты собираешься над территорией, ну там, каким-то образом задержаться, ты не будешь подрывать инфраструктуру того места, где ты живешь. нельзя подрывать собственный дом, его можно подрывать только в одном случае, если ты не собираешься там больше жить. Так вот, то, что сегодня там, это оккупационная власть. Больше по-другому сформулировать, что такое ДНР, какая-то подлюка назвала народные республики, да? Ну если это народные, ну зачем вы подрываете? Зачем? Вот сегодня в Донецкой области захватили комбикорманный завод. Ну это-то вам на кой ляд надо, ну вот, если посмотришь на все это, то понимаешь, эти люди, когда мы говорим о том, давайте еще вести с ними переговоры, ребят, с кем? С Зиркиным, который сегодня там вообще бред нес, пара самолет сбитый. С бесом, который фактически отдавал приказ сбить пассажирский самолет, и фактически это он, ну практически исполнитель убийства 300 человек, детей, женщин и людей, которые вообще к нашим проблемам не причастны. Наша проблема на сегодняшний день в том, что Донецк представляет люди, которые отношения к этому городу и к этому региону не имеют вообще никакого. Они ноль были у себя в России, сегодня они здесь премьер-министр, министр обороны, глава там еще чего-то. И потому сегодня одна женщина, если не знаю, видели кто-то в интернете, она пришла к этому, Губареву, да, малость неадекватно, она говорит, уходите, вы убиваете людей, вам нет здесь места, вы практически полностью убиваете город, убиваете жителей. А он говорит, а нам некуда уходить. Они уже все, они уже практически трупы. И они это знают. Потому что их встречают на границе с Российской Федерацией в очереди пограничники, а там, где они остаются, им тоже деваться некуда. Сегодня они международные террористы. Это вот до конца жизни. И главный международный террорист, красивая была картинка, number one, да, номер один в мире. Международный террорист, президент России, Владимир Путин. Это тоже очень важно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вот, Юрий Стэй, сегодня появилась видеозапись рассказа офицера ФСБ, повторяю, Федеральной службы безопасности, на территории России, которого российская, украинская сторона взяла, и он рассказал и поделился своими соображениями. И Юрий Стэй это прокомментирует.